всем приветики ну в общем забрали у меня старую такую клавиатуру ну вернее как старую новую у которой был дефект клавиши месяц они ее проверяли и в итоге пришли к выводу что она с дефектом и решили ее списать а мне просто прислали точно такую же но новую ну то есть это как бы точно такая же клавиатура но уже другая новая одну новую с дефектом заменили заменили на другую новую которая по идее должна быть нормальной но какая она это надо будет узнать на компьютере потому что в прошлый раз я этого не проверил я просто подключил клавиатуру понажимал какие-то клавиши и на этом все а клавиатуру новую подключив компьютеру вы должны нажать все клавиши чтобы убедиться что все работает вот я не убедился и потом узнал что одна клавиша не работает в итоге пришлось возвращать клавиатуру назад но сейчас такой вы такую ошибку мы не допустим конечно же мы все проверим упаковка точно такая же как и там было все абсолютно точно такое же можно сказать абсолютно точно такая же клавиатура просто просто новая и будем надеяться что без дефекта что это не не браками на этой клавиатуры здесь еще наклеечка на целенькая что это не брак этой клавиатура это именно так клавиатура была такая здесь наклеечка тоже целенькая вот здесь все то же самое как было и там и мы сейчас ее будем скрывать и здесь сколько мировой лидер ну после того как у меня были наушники от этого мирового лидера с проблемой потом веб-камера с проблемой и потом клавиатура с проблемой я уже сомневаюсь в этом лидере конечно же потому что каждый товар который я у них не покупал был с проблемой надеюсь что этот товар будет без нее так открываем а здесь две две наклеечки а там по-моему была одна эта страна кстати что их две как будто бы их а здесь а что делается здесь подожди здесь одна наклеечка вот она а здесь две что здесь должна быть одна и что вскрывали а может быть они сказали что ее заменили на самом деле это просто старая клавиатура они содрали ту наклейку и наклеили две других потому она вся такая рваная пире пире перетертая подранная помятая может это моя старая но кстати надо глянуть серийник вот он серийник этой клавиатуры по идее той должен был они его наверх заклеили потому что то папа под серийником еще есть потому что по моему у меня на той клавиатуре был серийник и на то и на предыдущем видео он запечатлелся и вот было бы интересно глянуть здесь другой или такой же как там если такой же значит они не менее ну это не новая не обманули они просто как бы это просто починили клавиатуру и и переклеили наклейку видно что наклеена другая ну сейчас я попробую снять и посмотреть ну в общем я открыл так вот выглядит то что под наклеечкой и вот она наклеечка кстати я посмотрел запись на компьютере спит с распаковка предыдущей клавиатуры там тоже видно что на упаковочку наклеена дополнительная такая вот наклеечка на которой тоже серийный номер начало такое же наконец другой там сколько-то цифр наверное последние 5 другие так что это получается другая клавиатура вот надеюсь если с ней будет проблемы то что здесь попортилась наклейка это ничего страшно вроде так в целом нормально ну здесь потерлась может быть типа в перевозке не страшно так и не скажешь что он ее отдирали ну так просто она же принципе могло время перевозки вот просто стереться и все так не видно особо что она здесь снималась вот ну зато хоть убедились что это реально новая клавиатура достаем смотрим что там у нас делается видим что там у нас уже ничего не делается ничего там нету дальше берем клавиатуру и начинаем снимать пакетик такой же пакетик у нас как прошлый раз говорящий о том что будь аккуратен не надевай на голову мы и не собирались та же самая информация русские у нас вот он причем здесь говорят именно о безопасную типа техники безопасности не все просто техника безопасность для тех кто не знает техника безопасности тут она как бы расписано вот собственно ничего интересного ну так просто для полноты распаковки покажу как бы ну и сама клавиатура вот так вот выглядит там даже видно что поблескивает такая новенькая все со временем конечно же он там под клавишами уже не будет блестеть там будет пыль соринки крошки от еды там всякое такое ну вот такая вот клавиатура клавиши очень тоненькие это подставка под ладошки клавиши сами тоненькие нажатия довольно таки тихие нажатия что мне очень нравится мне нравится когда ну когда сильно даже сейчас она не сильно не так сильно гремит как как обычная клавиатура у которой клавиши вот такие когда а когда аккуратненько жмешь практически и не слышно так что в принципе но осталось только подключить компьютеру и убедиться в том что она не имеет дефектов ну то есть работает работает без проблем тут у нас резиночки 5 штук для устойчивости информация ножки тут уже какая-то информация под ножкой интересно или не очень серийный номер просто кстати мне кажется отличается от коробки или нет хотя нет такой же ну и все сверху у нас ничего снизу ничего далее просто просто подключим к пока ну в общем вот она клавиатура расположенной мы мы ее сейчас подключим к компьютеру после чего говорит компьютер что найдено новое составное usb устройство и наверное клавиатура готово можем проверить 1 до работает 23 надо куда-то убрать провод чтобы он не мешал обзором так проверяем клавиши 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 минус плюс backspace эта штука работает так а qtap работает в е главное что все работало то есть чтобы все когда нажимаешь чтобы все срабатывало так дальше а с д то есть нужно чтобы нажимал легко и она срабатывала потому что если ты нажимаешь легко она не срабатывает а нужно давить сильно то это уже дефект а в прошлый раз я нажимал ну просто вот нажимаю ну например вот я беру клавишу допустим например нажимаю ну вот нажимаю про клавишу допустим нажимаю вот сейчас она сработала в прошлом она не срабатывает еще нужно не срабатывает еще раз нажимаю вот тогда срабатывает потом еще 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 нажимаю и только в то еще вот сейчас бы она сработала сейчас бы вот не сработало по-моему сработало ну или со всей силы надо было бы давить но это был дефект я отправил с ним назад не все и мне заменили клавиатуру хотя мне кто-то в комментариях говорил можно переназначить клавишу да какой смысл тогда вообще покупать новую клавиатуру если она работает хуже чем старая старая все работает а в новость что-то нужно переназначать это же тогда уже я я реально удивился бы людям так alt работает файл загорелся я удивился бы людям которые пользовались бы ну купили бы новую клавиатуру и пользовались и несмотря на то что она с дефектом я бы реально удивился бы таким людям заплатить деньги за нерабочую клавиатуру и пользоваться и в то время когда можно заменить так shift работает так мы смотрели работает к блок работает ну блок скролл ок работает так клавиши работают влево вправо так enter вверх-вниз работает интер кстати работает тоже shift этот тоже работает альты я посмотрел работает windows работает так все отлично пока что все работает escape escape но я пока не проверю наверное не в один помощь до открылась папа и помощь windows овская вылезла сверху там окошком но в принципе наверное все равно так ну мог еще проверить 78 так вот это все работает . минус плюс это все дело плюсик интер да ну мог весь работает короче все работает дает работает начало конец работает вверх страницы не страница работает insert работает короче все работает так но в принципе по моему работает клавиатура так функциональная клавиша громкость работает он меняется он она меняется бегут циферки так потом он зачеркнулась работает короче работает я так думаю канкулятор вон он открылся на но я думаю работает все да я думаю все работает ну в общем я и остальные клавиши проверил я просто но не знал что какая клавиша будет делать в общем как проверить escape вот нажимаем в поиске сюда он она мигает escape и она перепрыгивает сюда потом когда нажимаю функциональная клавиша f1 или f2 кстати функциональная клавиша и control это контекстное меню вот она открылась print screen вот он print screen сделался ну а дальше кстати я вот нажал на эту клавишу у меня комп реально погас ну то есть пришел спящий режим то есть в 12 спящий режим так это мне там отщелкнулась клавиша звукового спектра потом вот эта клавиша включает audio player и мы либо воспроизводим музыку она пошла либо останавливаем либо переключаемся на треке либо мутим кстати вот можно включить звук вот он пошел мутим опа и уже нет ничего либо громче он она видно даже либо тише делается ну и канкулятор работает поиск тоже работает они работают только что а только f1 и когда нажимаю браузер открывается не вот ну вот теперь я клавиатуру действительно проверил не то что в прошлый раз пару клавиш нажал и все теперь я реально проверил полностью все клавиши что рекомендую делать и вам если вы купили новую клавиатуру обязательно нажмите на все клавиши сразу чтобы если что-то не работает вы тут же в этот же день смогли связаться с продавцом и сказать что есть дефект а тогда он поймет что действительно дефекты есть потому что если вы там обнаружите его только например через неделю там уже можно подумать что вы сломали на если сразу ну понятно что что то не так поэтому все клавиши проверьте убедитесь что все работает ну а я вот только что проверил и убедился что все работает и как и в принципе клавиатуре практически одинаковое что здесь есть на моей старой подставочка под запястье что на старой есть подставочка под запястье плюс что у меня здесь клавиши тоненькие что там клавиши тоненькие что здесь функциональная клавиши есть дополнительное что там только здесь подсветка есть а там ее подсветки нету но она мне и не нужна и я ее всегда выключаю мне приходится каждый раз лишнее действие делать выключать подсветку вот а там не надо будет этого делать. Плюс там лучше здесь получается плохо видны цифры, потому что они вырезаны. А там они нарисованы краской. И будет видно их лучше. Ну а в целом, если по удобству именно этой старой клавиатуры, потому что новой я еще не пользовался. Нормально, удобно. Руки всегда лежат на клавиатуре. Плюс клавиши мягенькие. Не стучат, не гремят, как обычные здоровые клавиши. Эти такие тоненькие, как наутбоковские. Они мягенькие, не гремят, не стучат так. Плавненько нажимается, что мне очень нравится в таких тоненьких клавиатурах. Я раньше пользовался обычной клавой, она гремела. Ну, все же знают, как они гремят клавиши. А это мне приятно. Мне нравится, что они не гремят. Я всегда такими и пользуюсь. Теперь, после того, как один раз такой клавой я попользовался, всегда беру только такие, чтобы клавиши были тоненькие и тихонько работали. Ну, бесшумные, короче, чтобы были. Удобненько довольно-таки. В играх везде все удобненько, все мягенько, все плавненько. Вполне себе мне нравится клавиатура. Шесть лет, по-моему, она у меня проработала. Пять или шесть лет что-то такое проработала. Или, я не помню, четыре, пять или шесть лет она у меня проработала что-то такое. Достаточно давно. Я в прошлом видосике говорил, уже не помню, честно говоря. Ну, то есть, достаточно давно она у меня работает. У нее такие хорошо работает. По-моему, пять лет она работает у меня. И до сих пор работает. Просто, что внешний вид у нее некачественный. Ну, уже затерлась. Поэтому я решил обновить. Ну, естественно, да Из-за того, что за компьютером ешь, пьёшь Когда смотришь какие-то видосики Ешь за компом Попадает еда, туда клавиши начинают залипать Ну, опять-таки У меня клавиши залипали Но я помыл клавиатуру О чём тоже выкладывал видосик Прямо в ванной помыл И она уже не залипает Так что всё лечится А так, в целом, хорошая клавиатура Залипание можно брать промыванием В целом до сих пор работает И удобненько, и бесшумно Просто внешний вид уже стёрся Так я решил обновить Ну, а на этом всё Всем пока-два